Мы тем временем продолжаем лекцию про Атлантические революции и переходим к обсуждению непосредственно английской революции действующих лиц, хода, результата. Традиционная ее периодизация, она перед вами, делит революцию на шесть больших, на пять больших этапов. Собственно, парламентский период и гражданская война, это до смерти Карла I. Дальше Индепендентская республика, протекторат, это правление Оливера Кронвилля, эти два этапа. И завершающий этап, это последние два года правления Ричарда Кронвилля, сына Оливера, завершающаяся переворотом генерала Монка и реставрацией стюартов на престоле Англии. Собственно, парламентская борьба начинается, как мы уже говорили, с сорокового года, с созыва Карла I парламента, который, вместо того, чтобы покорно подписывать новое и новое ассигнование, запрашиваемое короной, выдвигает ряд петиций, пытаясь ограничить законодательным путем, нормативным путем королевскую власть. Я не буду пересказывать всех этих текстов, они достаточно широко распространены и хорошо известны. Это Великая Ремонстрация, Трехгодичный Акт, 19 предложений. Если коротко, то отстранить от управления папистов, так называемых, то есть католиков, и не допускать появления католического епископата при власти, поставить назначение всех высших должностных лиц под контроль парламента, окончательно закрепить контроль парламента над всеми налогами, сборами ординарными и экстраординарными, обязать короля регулярно созывать парламент и не распускать его по первому желанию, ну и так далее, так далее, так далее. Ряд очень жестких требований, на которые Карл, вот, собственно, он перед вами, на которые Карл никогда бы, конечно, не пошел. То есть, по-хорошему, эта петиция, эти петиции и были обречены на поражение с самого начала. Они слишком никак не сочетались с представлениями Карла о пределах и возможностях королевской власти. Король пытается распустить парламент, парламент не расходится, тогда король объявляет войну своему парламенту, и начинается гражданская война в Англии. Несколько лет длятся боевые действия с переменным успехом, но в итоге король проигрывает эту войну и в 47-м году попадает в плен к парламентским войскам. Тут даже не очень скажешь к повстанцам, потому что, собственно говоря, не было восстания против королевской власти. Это король объявляет войну парламенту, а вовсе не наоборот. Соответственно, в 47-м году король попадает в плен к парламенту. В 48-м он из этого плена бежит. Бежит он, я напомню, в Шотландию, пытается набрать там новую армию, набирает наемников, они же его и сдают в 49-м году. Продают, собственно говоря, парламентской же армии. В итоге, в 49-м году парламент приговаривает короля к смерти. Инициатором и вдохновителем, одним из идейных вдохновителей борьбы с королем и человеком, настаивавшим на смерти короля, был Оливер Кромвель, фактически глава английской революции. Вот он перед вами, лицо английской революции. Собственно, в 1648 году палата общего парламента, как раз вдохновленная Кромвелем, ужурпирует власть, разгоняя палату лордов и закрепляя это актом об упразднении палаты лордов. Понятно, да? Потому что палата общим требует убийства короля, смерти короля. И это настолько не бьется с представлениями членов палаты лордов о том, что король – это священная фигура, это помазанник божий, что, ну да, в данном случае Карл недостойный помазанник. Карл взорвался. Карл требует того, чего не должен требовать. Но это можно как-то решить по-другому. Это не обязательно решать убийством короля, да? Вот. И, собственно, здесь начинается раскол между палатой лордов и палатой общим. Заканчивается этот раскол, я уже сказал, ужурпацией власти со стороны палаты общим, распуском палаты лордов и актом об упразднении не просто палаты лордов, но и королевской власти в 1649 году. Устанавливается республика, которая известна как Индепендентская республика. Индепендентами, сторонниками независимости, назывались я как раз последователи Оливера Кромвилля. Во главе с Оливером Кромвиллем что он делает? Прежде всего он распускает остатки парламента. Их называют охвостьем. То есть это то, что осталось от парламента, от того, собранного в 40-м году еще Карлом Первым, через 9 лет гражданской войны, после распуска палаты лордов, после казни короля, после гибели кого-то из членов парламента, бегства кого-то из членов парламента, репрессии, обращенных против еще целого ряда людей. То есть это на самом деле такое остатки былого величия, охвостья парламента. Кромвилль распускает это охвостья и фактически устанавливает режим единоличного правления. Правит он при поддержке верных ему людей. Де-факто, не де-юре, де-факто. Речь идет, конечно, о монархии. Де-юре нет, де-факто, да. Кромвилль издает ряд законов, довольно внятных. Это законы о мореходстве, о развитии торговли, в том числе международной. Законы о благоприятстве, как это сейчас называется, к собственному производителю, повышение пошлин на импортное товаро, режим благоприятства для внутренних производителей, для английских. В эти же годы в обществе идет довольно активная мыслительная деятельность, разрабатываются проекты, переустройство общества. Ну, чтобы понятно, да, люди самых разных сословий, разного уровня образования пытаются, как каждый по-своему, осмыслить происходящее. И, возможно, не просто осмыслить, но оформить, да, придать этому какую-то форму. Из наиболее известных текстов, ставших результатами таких попыток, это, разумеется, трактат «Левиафан» Томаса Гоббса. В 1953 году Кромвель принимает титул «Лорда-протектора». «Лорда-протектора», то есть «Лорда-защитника», разрабатывается проект конституции в кавычках. Проект конституционного акта, так называемый «Органон» Оливера Кромвеля. Проводится еще ряд реформ. И вот здесь возникает очень любопытная вещь. Ряд высших офицеров из окружения Кромвеля выступает с инициативой восстановления монархии. Да, во главе предлагают поставить Оливера Кромвеля. Собственно, ход мысли предельно понятен. Он лорд-протектор чего? Он лорд-протектор королевства. Я напомню, что то, что я говорил в первом эпизоде этой лекции, в лексике 17 века понятие «республика» означает не то же самое, что для нас с вами. Скорее, наилучший способ государственного устройства. Республика вполне может быть монархический, еще раз говорю. И в данном случае на Кромвеле выходит с предложением восстановить монархию с ним в лице, с ним в качестве монарха, в качестве кироля. Он отказывается и достаточно вскоре после этого в 58 году умирает. Умирает сам. Его здоровье оказывается очень сильно подточено прошедшими годами. Он уже не очень молод, вот ему под 60, вот не молод, не здоров. И, соответственно, в 58 году он умирает, оставляя своего сына Ричарда Кромвеля. И вот здесь обратите внимание, общество, я сейчас сознательно отойду немножко в сторону от Кромвеля, общество показывает, что оно не готово уходить от монархии, да, что их вполне устраивает монархическое правление. На самом-то деле здесь нет попытки изменить политический строй. Здесь нет вот той самой, простите, республики, к которой привыкли мы сейчас в современном значении слова. Почему я об этом говорю? Когда умирает Оливер Кромвель, лордом-протектором делают Ричарда Кромвеля, его сына. Не самого достойного, не самого умного. Наконец, не одного из сподвижников Оливера, которые шли с ним, да, с самого начала. Но его сына. Человека не самого великого ума, мягко скажем, не крепкого здоровья, ну и не очень взрослого. Да, то есть, очевидно же, такая, да, передача трона наследнику. Матрица в мозгах-то сохраняется монархическая. Оливер Кромвель, о, господи, Ричард Кромвель, извините, прожил недолго. Я же говорю, нездоровым он был. Он умер через два года, в 60-м. И тогда один из старых сподвижников Кромвеля, из людей, воевавших еще с самого начала гражданской войны, генерал Монг, он на фото перед вами, да, на слайде. Он производит фактически переворот в 60-м году, берет власть и обращается к принцу в изгнании, к принцу Чарльзу, будущий король Карл II, старший сын Карла I, да, с предложением вернуться, принять власть. Собственно, что и происходит в 60-м году, когда Монг передает власть Карлу, который станет Карлом II Стюартом. Революция кончилась. Но что же, скажем мы, неужели все это было зря, да? Неужели зря была казнь короля, зря были петиции парламента, зря был, наконец, протектор от Кромвеля. Нет, 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 смотрите, какая штука. Во-первых, по результатам революции вот этих вот 20 лет на уровне аксиомы закрепилось осознание фактической независимости парламента от короля и то, что парламент теперь будет собираться регулярно. То, что парламент представляет фактически самостоятельную ветвь власти в королевстве. Не зря Джон Локк, меньше чем через 30 лет после возвращения Карла выйдут его два трактата о правлении, не зря он будет писать там про разделение властей. Он будет не предсказывать, а скорее фиксировать уже существующее положение вещей. Второе – это полная секуляризация государства и политической сферы в целом. Об этом можно говорить очень долго, это очень важная тема, но я отмечу единственный момент сейчас здесь. Полное устранение католического епископата из сферы управления, запрет священникам участвовать в политике. И не за горами будет уже актобус строения, я о нем еще скажу, где будет закреплено, что король Англии может быть только протестантского вероисповедения. Из-под власти короля выводятся суды, суды становятся еще не самостоятельной ветви власти, но уже практически. Ну и наконец, в ходе вот этой парламентской борьбы, в ходе принятия нескольких петиций, вырабатываются, очень сложно, тяжело, долго, вырабатываются представления о свободе человека, о свободе человеческой личности. О том, что государство не всесильно, что есть те права, на которые нельзя посягать, что если человека приводят в суд, то немедленно следует предъявить обвинение, иначе не надо его приводить к судье. Нельзя арестовывать без суда, нельзя содержать под стражей без предъявления обвинения и так далее, и так далее, и так далее. Это все выльется в целом ряде программных документов британской монархии последующих 50 лет после революции. И об этом мы поговорим в следующем эпизоде лекции. Спасибо. Спасибо.